Вы смотрите новости на пятом канале. В студии Рушан Бараев. Здравствуйте. Сегодня среда, 19 октября. Коротко о главном. Жилищные игры. Кто отслеживает очередь на жилье? Могут ли акиматы добавлять новых претендентов на квартиры? Праздник самых отважных. 19 октября в Казахстане отмечается День спасателей. В Центральном парке прошла выставка спецтехники. Останутся фонари вместо деревьев. Каргандинцы обеспокоены бурной деятельностью, развернувшиеся в Парке Победы. О жилищные игры. За неделю до выдачи ключей от квартиры по очереди жительница Карагандинской области обнаружила, что ее сдвинули вниз по списку и квартиры ей не хватит. Кто отслеживает очередь на жилье? Могут ли акиматы добавлять новых претендентов на квартиры? И насколько прозрачен этот процесс, выясняла Людмила Батюшкина. Таким ребенком очень тяжело жить. Очень. Это работа 24 на 7. Потому что люди приходят с работы, они отдыхают. Я не отдыхаю никогда. Анастасия Осыка из поселка Дубовка одна воспитывает ребенка с тяжелой формой аутизма. Диагноз подтвердили только в 2019 году. Тогда она и смогла встать в очередь на жилье. По словам Анастасии, каждые полгода она проверяла очередь и еще месяц назад была восьмой по поселку. В Дубовке восстановили 9 квартир и через несколько дней будут выдавать ключи. Но сейчас выяснилось, что Анастасия стала пятнадцатой. Размущает это не то слово, потому что мы живем два с половиной километра от остановки. Ребенку нужно постоянно на реабилитацию ходить, в больнице. И так как тут такси даже в Дубовке нету. Представляете? И мы идем два часа, полтора часа. У нас нет своей жилплощади. Поэтому мы рассчитывали очень на эту квартиру. Я ее очень ждала. В Дубовке восстанавливать сейчас нечего. Я в ближайшее время это не получу. В районном отделе ЖКХ пояснили, что все законно. В очереди восстановили людей, которые стояли мне еще с 2007-2008 годов. До конца 2019 года у нас у всех очередники состояли в бумажной очередности. Программы как таковой не было. Разработали электронную программу, заливали всех очередников. И при данных видах работ часть очередников по разным причинам выпали. Только по Абайскому району из очереди исчезли 36 претендентов на жилье. Выяснилось это в 2020 году во время инвентаризации. Данные отправили разработчикам программы и в мае этого года списки восстановили. Но по данным ЖКХ Анастасия Усыка в любом случае жилье бы не получила, так как в Дубовке очередникам раздадут только семь квартир. Остальные две предназначены врачу и сироте. Но общественники считают, что очередь на жилье имеет большие коррупционные риски. Очередь на жилье никак не отслеживается. Постановка на очередь, передвижение в очереди, исключением из очереди занимается исключительно исполнительные органы. С отсутствием прозрачности такая очередность всегда может быть изменена и не часто, а в лучшую сторону отношений граждан. Сколько граждан выпали из списков очереди на жилье по всей стране, не знают ни в Комитете по строительству и ЖКХ МИИР, ни общественники. Анастасия успокаивает, что в конце года планируют ввести в эксплуатацию 80-квартирный дом в райцентре, в Абайе. Правда, в общей очереди по району она 576-я. Людмила Батюшкина, Равиль Валеев, 5 канал. Праздник самых отважных. 19 октября в Казахстане отмечается День спасателей. В Караганде в честь этой даты прошла выставка техники. Горожанам показали оборудование и транспорт, находящиеся на вооружении департамента по чрезвычайным ситуациям. Выставка техники департамента по чрезвычайным ситуациям Караганинской области прошла в Центральном парке. Показ оснащения и специального транспорта устроили в честь Дня спасателя. Его в Казахстане празднуют сегодня, 19 октября. Профессиональный праздник в республике отмечают с 2008 года. Ежегодно департамент по чрезвычайным областям обновляет штатную технику. 19 октября текущего года у нас будет профессиональный праздник. В этом году нам 27 лет, как мы служим в органах Караганинской щиты, как создалась эта служба. Ежегодно у нас с местного бюджета выделяется финансирование по закупу техники. В этом году у нас было три новых автоцессерны, специальные машины, оперативные штабы. Показ техники прошел в первую очередь для карагандинцев. Прохожие могли ознакомиться с оснащением экстренных служб региона. Помимо основных моделей спецтранспорта, жителям города показали, какие приспособления есть на вооружении спасателей. Среди них оборудование для подводных работ, гидравлические приборы, защитная одежда и многое другое. Перед вами находится водлазное оборудование. В частности, это у нас дыхательный аппарат с компенсатором, на котором показана глубиномер идет, плюс глубина погружения. Обязательно атрибут – это водлазный нож, который постоянно должен быть у водлаза с собой, потому что у нас под водой разные бывают водоросли, сети, может водлаз запутаться. Также это костюм водлазный, также для защиты водлаза от внешней среды. Чаще всего в случае ЧП спасатели используют гидравлическое оборудование. Его применяют, чтобы вызвать людей из автомобиля при ДТП. Этими инструментами разжимают или разрезают детали машины. Применяют гидравлику и при обрушении домов. С помощью этих приборов можно перерезать арматуру или поднять плиты. Данный инструмент у нас используется ежедневно на боевом дежурстве 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, как говорится. Хороший инструмент, на котором мы работаем постоянно. На выставке показали не только оборудование. Главной гостью мероприятия стала служебная немецкая овчарка Эмма. Со спасателями собака работает всего год. Недавно Эмма прошла аттестацию и готовится к своему первому выезду на происшествие. Это наша служебная собака, немецкая овчарка по кличке Эмма. Ей 3 года. Собаки у нас предназначены для работы на природе и в условиях открытой местности. Например, они полезны при поиске пропавших людей или фермеров. Во время разбора завалов и в других подобных ситуациях мы тоже отправляем работать собак. Тренировки у нас проходят ежедневно. Например, важно научить собаку, что делать в случае, если она нашла пропавшего человека. Также в показе участвовали работники службы медицины катастроф, которые выезжают на экстренные случаи и оказывают первую помощь пострадавшим. Эмиль Фукс, Серик Тугаев, Николай Шевелев, 5 канал. Правительство Казахстана утвердило новые размеры стипендий студентов, получающих высшее образование. Выплаты стали выше, но возможно ли прожить на эти деньги? Мы выяснили у самих учащихся. Даулет Сахангалеев учится на втором курсе архитектурного факультета, изучает строительство, живет с родителями и признается, что в общежитии одному выжить было бы нереально. Стипендий в 36 600 тенге едва хватает на обеды, у родителей он деньги не просит. Летом, по словам Даулета, он устраивался на работу, но в учебном году совмещать учебу на очном отделении с работой очень сложно. Обычно это приходится только тратить на обед. Вот получается 4 недели, это каждая неделя, это по 5000 минимум на обед уходит. Часто бывает такое, что у нас она уходит за первые две недели, бывает даже за одну, и потом приходится как-то выживать еще до следующей стипендии. Студентам большинства вузов стипендию подняли на 5000 тенге, учащимся медицинских и педагогических университетов на 8000, интернам на 7, магистрантам на 10, докторантам на 22,5 тысячи. Согласно закону Республики Казахстана об образовании, стипендия – это сумма денег, предоставляемая обучающемуся для частичного покрытия расходов на питание, проживание и приобретение учебной литературы. Ежегодно, согласно предвыборной платформе партии Аманат, студентам бакалавриата магистратуры и докторантуры увеличивается стипендия студентам бакалавриата ежегодно на 20%, студентам обучающимся магистратуры и докторантуры ежегодно на 15% до 2025 года. В любом случае прожить на стипендию грантникам сложно. Как они выходят из ситуации, мы спросили самих студентов. По-любому сейчас стипендий не хватает, потому что сейчас студенты покупают некоторые вещи, которые им необходимы, например, машины. В месяц можно джинсы купить, еще остальное. На продукты долг беру, закрываю, нормально все, и жалуюсь. Ну не хватит, ну работа, подработа. Стипендий на мало что хватает, ну больше, чем на снятие общаги, типа оплачивать на проживание. 3600, на что это хватит, если ты здесь живешь один? Но все же лучше с маленькой стипендии, чем без нее и на платном отделении. Руководство вузов на свое усмотрение может увеличить размер стипендий своих студентов или ввести дополнительные стипендии для самых лучших, добавили в Министерстве науки и высшего образования. Людмила Батюшкина, Равиль Валеев, 5 канал. Соответствующая высоким мировым требованиям в области качества. Мировой потенциал. Карагандинский завод ферросплавов YDD занимает достойное место в мировом лидерстве по производству ферросилиция. Сделано в Казахстане. Доля казахстанского содержания при производстве готовой продукции составит более 94%. На предприятии создано более 600 рабочих мест. Экология. Завод обеспечивает экологическую чистоту максимального уровня. Уровень газоочистки завода составляет 99,8%. Карагандинский завод ферросплавов YDD. Останутся фонари вместо деревьев. Карагандинцы обеспокоены бурной деятельностью, развернувшиеся в Парке Победы. Там прокладывают подземные провода для новых опор освещения. Вырытые для этого траншеи на всем протяжении подрубили корни сосен. Ирина Вобещевич с подробностями. Орда Кахпанов не первый, кто обратился в редакцию за последние дни, чтобы обратить внимание на то, что происходит в Парке Победы. Сосны тут сажали еще когда ни названия у парка не было. И тем более этих тропинок и фонарей. Теперь, уверены старожилы, судьба растений предрешена из-за нарушения корневой системы. Каждое утро сюда прихожу, делаю прогулки. Я же прихожу сюда не за то, что здесь фонари будут стоять. Мне они даром не нужны. Я прихожу сюда, и многие приходят подышать свежим воздухом. В итоге, через 3-4 года, здесь будут красивые фонари стоять, и при этом деревья высохнут. На всем протяжении аллеи разрытие, работа, по словам жителей, ведется уже вторую неделю. Корневая система повреждена. Это будет большая утрата. Очень обидно будет, конечно, если мы столько потеряем, столько красоты. Здесь было освещение. А почему убрали, вот именно, я не знаю. Я думаю, их не надо было трогать. Просто надо было заменить, там, вот, например, столб уже стоит, и верхнюю часть можно было бы заменить, и поставить другие лампы, или что-то там, придумать что-нибудь. Ну, так как пришел человек, который вырвел этот тендер, ему нужно снести этот столб. Проводку можно было оставить? Нет, ему же надо и за проводку деньги получить. И вообще на то пошло, вот тем, кто это делает, им нужно кое-что отрезать вместе с руками. Там ни о каком освоении денег речи не идет. То есть это подрядная организация, которая взяла большой объем, у которой есть огромное количество профессионалов, на самом деле, своего дела. Это одни, вот, каждый бы подрядчик таким был, как вот эти ребята. В парке Победы со свечением, на самом деле, все было очень плохо. Там в свое время были установлены декоративные светильники, которые, ну, должного света вообще не дают. Говорят, что хотели ремонтировать и менять плафоны. Но это обошлось бы дороже. Да и подземные кабеля требовали замены из-за аварийного состояния. Новые фонари рассчитаны на 15-20 лет. Что касается корневой системы, то предварительно советовались с экологами. Замечаний особых не было. То есть, как бы, по деревьям, я понимаю, если бы там копали мы баром на 5 метров и перерезали бы корни, которым там 10-15 лет, тогда да. Та корневая система, что мы увидели, только малая часть, основная и мощная, скрыта глубоко под землей. Требуются ремонты электросети, обновления. То, как сейчас это сделано, не выглядит чем-то ужасным. Я уверен, что деревья от этого не погибнут. Вот. Максимально, что я видел, там 30 сантиметров от дерева, там разрезана часть поверхностных корней. Там основная корневая структура не повреждена. И я примерно то же самое делаю и у себя в полисаднике возле дома. Я прокладывал систему полива для капельного орошения. Мне тоже пришлось вот так же деревья прорезать в меньших масштабах. И деревья богополучно это все перенесли. Ирина Вобещевич, Миржан Жума Муратов, Наталья Заяц, 5 канал. Семейно-бытовых конфликтов стало больше в Темиртау, Бухожирауском, Осакаровском и Шетском районах. Таковы данные полицейских за минувшие 9 месяцев этого года. При этом реже стали причинять тяжкий вред здоровью при таких разборках. О профилактике бытового насилия говорили в этот раз на аппаратном совещании в Акимате области. Подробности расскажет Антон Александров. Почти каждое второе семейно-бытовое насилие происходит в состоянии алкогольного опьянения. Зачастую оба члена семьи злоупотребляют спиртными напитками. В результате словесная перепалка перерастает в конфликт с последствиями, говорят полицейские. За 9 месяцев этого года уже зарегистрировано 66 уголовных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. По сравнению с прошлым годом, в общем количестве их стало на 7% меньше. В то же время их количество возросло в городе Тимиртау с 12 до 19, в Бухаржираловском районе с 1 до 3, в Осакаровском районе с 3 до 4 и в Шетском одно преступление. В общей структуре бытовых преступлений зарегистрировано снижение причинения тяжкого вреда здоровью на 18,4% с 38 до 31. В том числе со смертельным исходом на 46%, с 13 до 7. Психологическое давление, оскорбление, унижение, а также нанесение телесных повреждений – таковы наиболее распространенные формы семейно-бытового насилия, говорят стражи порядка. Для их минимизации участковые инспекторы проводят поквартирные обходы с целью выявления лиц, допускающих правонарушения в быту, а также проверяют тех, кто состоит на учете. За нарушение требований защитных предписаний в этом году привлечено к ответственности 864 семейных дебошира. При этом административному аресту подвергнуто 5 335 человек. В этом году по обращению жертв бытового насилия вынесено свыше 6,5 тысяч защитных предписаний. Установлено 1107 особых требований по ведению нарушителей, запретом на употребление алкогольных напитков – 1087. В 30 случаях судами запрещено проживать совместно. В каждом отделении введены инспекторы по защите женщин от насилия. Они принимают заявления, оказывают юридическую, психологическую и социальную помощь совместно с местными исполнительными органами и неправительственными организациями. Также в Карагандинской области функционируют 7 кризисных центров. В этом году туда направлено 110 человек. Между тем для разрешения семейно-бытовых конфликтов по области в этом году было проведено более 50 информационно-профилактических мероприятий. В соцсетях регулярно публикуется разъяснительная информация. В городе размещаются информационные баннеры, а в местах массового скопления людей транслируются специальные видеоролики. Профориентация, турникеты, видеонаблюдение, дебаты. На очередном заседании коллегии управления образования Карагандинской области обсудили целый ряд актуальных вопросов развития сферы образования. Также прошла церемония награждения лучших педагогов. Подробнее в сюжете. Основная цель прогрессионной работы – помочь подростку в выборе будущей профессиональной сферы с учетом его индивидуальных способностей и уровня подготовленности. На заседании коллегии управления образования области, в котором приняли участие руководители департамента по обеспечению качества в сфере образования, института повышения квалификации педагогов Орлео, Центра педагогического мастерства, представители Совета общественности по развитию образования при управлении образования, руководители отделов Организации образования обсуждали самые актуальные на сегодняшний день вопросы. Профориентация – это длительный и емкий процесс. Она должна включать в себя профдиагностику, которая не должна сводиться в проведении ультро-тестов, что не позволяет объективно судить о способностях ученика и профинформирования, которое предполагает знание современного состояния мира профессии. В заседании помимо профориентационной работы в школах и в колледжах, цель которой – сократить количество НИД молодежи, обсуждали такие вопросы, как безопасность детей в сфере образования, а именно турникеты, охранные агентства, видеонаблюдения, пожарные, антитеррористические учения в школах. Обсудили также развитие дебатного движения, студенческий парламент, воспитательную работу в колледжах. На мероприятии в преддверии Дня Республики 14 педагогов, внесшие наиболее ценный новаторский вклад в формирование современного облика, педагогики области были награждены ведомственными наградами. Лариса Рассолова, 37 лет, проработала в школе имени Гагарина Бухаджираусского района. В этой школе я училась, и в этой школе я проработала до выхода на заслуженный отдых. Я учитель математики, я очень благодарна руководству школы, руководству районного отдела, областного отдела образования, за то, что оценили мой труд. Работалось мне легко, может быть, потому, что я всегда очень любила своих учеников, детей и очень любила, конечно, свой предмет. В Караганде на здании управления сельского хозяйства области открыли мемориальную доску ученому, организатору сельского хозяйства, кандидату сельскохозяйственных наук Манджасару Адикенову. Подробнее в сюжете. На открытии мемориальной доски Манджасару Адикенову, что установлено на здании управления сельского хозяйства области, собрались представители власти, коллеги, друзья, родственники. Было отмечено, что Манджасар Адикенов сочетал замечательные человеческие качества и высокий профессионализм. Ему, новатору и талантливому знатоку своего дела, посвятившему всю жизнь сельскохозяйственному производству, в этом году исполнилось бы 90 лет. Манджасар Адикенов – это Карагандийская область главный овцевод и коневод. И это 25 лет он возглавлял этой отрасли и всегда добивался хорошего успеха. Имя Манджасара Адикенова известно как селекционера в животноводстве, новатора, выдающейся личности, оставившей после себя яркий след. Он внес вклад в отечественное овцеводство. Его имя вписано в историю казахстанской селекции как автора породы казахстанских курдючных овец с полугрубой ковровой шерстью белого и светло-серого цветов, остро-дефицитной для легкой промышленности. Им опубликовано более 20 статей и трех монографий. За заслуги в развитии сельского хозяйства республики Адикенов награжден орденом Трудового Красного Знамени, тремя орденами, знак почета, медалями, почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР. Постановлением правительства республики Каркаролинскому сельскохозяйственному колледжу присвоено имя Мыжасара Дикенова. Напомню, в последние годы он работал заместителем начальника Карагандинского областного управления сельского хозяйства и в годы руководства резко поднялись показатели овцеводства региона. Ирина Вобещевич, Миржанжиума Муратов, Наталья Заяц, 5 канал. Имя Буха-Жирау все чаще на слуху. И в этом году прошел традиционный конкурс Букарике-Жирлайде. Впервые на конкурс приехали акыны из Кыргызстана и покорили зрителей исполнением бухарских песен. Уроженцы Кыргызстана приехали по специальному приглашению и восхитили публику своим бухарским репертуаром и песней «Манас». Специально для этого конкурса мы приехали из Кыргызстана. В Караганде мы будем петь песни «Бухар-Жирау». Таким образом, мы участвуем в большой работе, проводимой для укрепления дружбы между двумя странами. У этого конкурса уже многолетняя история. С каждым годом, по словам зрителей, он поднимается на новый уровень. Бухарская поэзия стала конкурсом для молодежи, любящей читать. В этом году количество участников увеличилось, поэтому провели отборочный этап «Лучшие» и вышли в финал. Этот конкурс каждым годом развивается, преобладает интерес со стороны представителей других национальностей. Все заучивают песни «Бухар-Жирау». Это также очень способствует духовному развитию. Конкурс проводился по четырем номинациям. Чтение стихов «Бухар-Жирау» в исполнениях в музыкальной форме в сопровождении народного инструмента. Стихи «Бухар-Жирау» в исполнении представителей других наций. И они же состязались в конкурсе поэтов «Бухар-Шатолгау». Были отобраны сильнейшие во всех категориях, все участники награждены денежными призами и благодарственными письмами. Я благодарю всех организаторов. Современному обществу нужны такие конкурсы, потому что песни «Бухар-Жирау» находят отклик в сегодняшнем дне. По словам организаторов, в следующем году конкурс приобретет республиканский статус. И они надеются, народ тоже лучше будет знать песни казахского поэта и певца-импровизатора. О личных качествах, заслугах и малоизвестных фактах из биографии Ахмета Байтурсынова сегодня продолжение разговора в программе «По скриптум». Гость в студии – кандидат исторических наук, профессор Карагандинского университета имени Букетова, старший научно-сотрудник научно-исследовательского центра «Полготану» Лязат Шудбакова. Смотрите сразу после выпуска новостей. Жестокая игра для настоящих мужчин. Кубок сырой арки по Кокпару забрали карагандинцы. В соревнованиях, организованных в честь Дня Республики, приняли участие шесть команд из Караганды, Астаны и Павлодарской области. Кубок проходил в Уштубе. Открытый турнир проводят во второй раз, и его география расширилась. Шесть команд участников были разделены на две группы. Две команды, победившие в каждой группе, соревновались в финальном поединке. По словам участников, такие крупные соревнования будут способствовать развитию конного спорта в стране. Участвуют очень сильные команды. Этот турнир растет из года в год. Проводится уже во второй раз. Призеры получают солидное денежное вознаграждение. Следующий год пройдет на республиканском уровне. Кокпар – древняя игра народов Азии. В переводе с тюркского – серый волк. Кокпар – это и скачки, и игра. Ее цель – развить у мужчины воинский дух, мастерство наездника, хладнокровие, силу, ловкость. В советское время игру запрещали. Отрадно, что в нашей области проходят такие соревнования. Очень сильные команды и из других городов, и наши местные. Предстоит интересная игра. Конный спорт, безусловно, будет развиваться, если такие турниры продолжатся. По итогам соревнований победителем стал клуб «Байтирек». Второе место завоевала повладарская команда «Сейфулах», запомнившаяся необычной игрой. Третьей стала сборная «Астаны». Они получили денежные призы – миллион двести тысяч, семьсот и пятьсот тысяч соответственно. Лучшим нападающим стал Тауасар Еркебулан, лучшим защитником Анияр Бердалинов, лучшим конем признан Акжал команды «Байтирек». Людмила Батюшкина, Мейержан Жума Муратов, Равель Валеев, Пятый канал. Белорусская и российская, я знаю, качественная обувь, да, хорошая обувь. Ярмарка обуви белорусских и российских производителей начала свою работу в Караганде. Только с 19 по 23 октября в торговом центре Арбат покупатели радуют высоким качеством, огромным ассортиментом и демократичными ценами. Организаторы ярмарки привезли обувь на осенне-зимний период. Обувь для тех, у кого широкий подъем, высокое голенище, выступающая косточка. На этот раз мы привезли летнюю, осеннюю и также зимнюю обувь. Также у нас ожидается большое поступление зимней обуви. Вся обувь прошита из натуральной кожи с ортопедической основой на полиуретановой подошве или со вставками антилед. Неудобная, тесная, некачественная обувь – все это со времени может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Ортопеды рекомендуют при покупке обращать внимание на то, чтобы обувь была из натуральных материалов, плотно облегала ногу и не создавала дискомфорта. На ярмарке обуви от белорусских и российских производителей представлена именно такая качественная и удобная продукция в широчайшем ассортименте и, самое главное, по демократичным ценам. Наши обувь как для молодежи, так и для старших возрастов. Приходите, найдете свою модель. То есть у нас как есть и спортивные модели, так есть и классические. Женская обувь идет от 36 по 43 размер, мужская обувь от 40 по 49 размер. Профессиональные консультанты всегда рады дать советы в выборе обуви. Подберут размер и модель, помогут с примеркой. С обновкой вас. Спасибо. Хорошие сапоги, понравился. Но самое главное, кожа хорошая и обувь хорошие, бараные. Ну и мне понравилось все. Размер как хороший, соответственно, и подобрали ребята. Ярмарка белорусских и российских производителей обуви осенне-зимнего сезона продлится в Караганде до 23 октября. Покупатели ждут в торговом центре Арбат на проспекте Бухаржирау 55-7. Центральный вход, третий этаж, крайний бутик. С 10 утра до 7 часов вечера без перерыва. Спешите совершить выгодную покупку. Это была последняя информация выпуска. Всем доброго, до новых встреч.